Вопрос интересный. Вы готовы пострадать за Христа? Я над этим думаю иногда, не то, что постоянно или часто, но иногда я подумал об этом. Очень боюсь, что не готов, очень боюсь, что не смогу, если нужно будет. И готов ли кто-то, я думаю, что я или кто-то другой пострадал за Христа, это только сам Христос знает, который знает все и прочее. Я не хочу, как апостол Петр сказать. Апостол Петр даже первоверховный не смог пострадать за Христа сперва, да? Он смог это сделать только в конце жизни. Когда в Емсиманском саду он говорил, что, Господи, даже если все предадут тебя, я тебе не предам, я пойду за тебя. То есть он совершенно был убежден, что он пострадает за Христа вместе со Христом. Вот. Я, конечно же, я не выше, чем апостол Петр духовно. И даже близко не сопоставим с ним. Поэтому, если у него такое искушение было, и он его не прошел сперва, то я боюсь, что это тоже. И я думаю, что это только благодатью Божию можно. Все мы добрые дела делаем, тем более такой подвиг пострадать за Христа. То есть Господь дает только благодать и силу, и ты пострадаешь. Если ты своими силами, то мы ничего не можем сделать. Вот. Такой ответ. Поэтому я в этом случае просто прошу помощи Божией, чтобы Господь дал силы на все добрые дела. На молитву, на покаяние, на служение Богу. Ну и если какие-то будут на счет Бога послушания, какие-то скорби претерпевать, то чтобы Господь не давал силы, и я смог бы это делать в Божьей помощи. Но если в широком смысле смотреть, то мы за Христа страдаем вообще каждый день, каждый из нас, только в разностях. Да, если мы утром встаем, и нам хочется спать, но мы стоим раньше, чтобы помолиться, мы уже страдаем за Христа, да, дабы мы поспали. Или, допустим, сейчас идет Успенский пост, мы тоже страдаем за Христа. Страдаем от желания поесть колбасу. В воскресенье надо спать, а мы идем на службу, да. Где-то там нас обругали, мы хотели очень человека побить или оскорбить, но мы пострадали, да, и потерпели. То есть потихоньку мы где-то все-таки страдаем за Христа. Чего же мы умеем, можем пострадать за Христа, потерпеть за Христа. Стояние Серафима Саровска на камне, это страдание за Христа. Под Ексенией Петербургской, это страдание за Христа. Ну и наша духовная жизнь, в той же степени, больше или меньше, это страдание за Христа. Чем больше мы страдаем за Христа, тем больше нам дается пострадать за Христа и так далее. Это поминам Господу, чтобы мы за Христа страдали, вместе со Христом спасали свою душу.